По распоряжению главы округа Дмитрия Волошина в Химках продолжаются субботние обходы территории ответственными лицами. Представители администрации осматривают здания, дворы и дороги. Об этом жилом доме на Октябрьской улице 36 жители неоднократно писали властям. Проблемы одна другой острее, больше не терпят отлагательств. У нас нет тротуара, у нас здесь производство, склады, здесь машины, грузовые, фуры постоянно идут. Дети в школу идут с колясками, нет тротуара, нет ни одного знака, который скорость машины гоняет. Больше у нас никакой дороги нет, у нас больше ничего нет, только одна единственная дорога. Андрей Обухов, начальник территориального управления микрорайонов Сходня Ферсановка, приехал выслушать жалобы и проблемы жителей. Отсутствие тротуара местные считают меньшим из зол, по-настоящему беспокоит состояние их старого дома. Сильный запах канализации и стоячая вода в подвалах говорят красноречивее всех жалоб жильцов. Алексей Аксенов, старший по дому, почти пять лет добивается капитального ремонта здания. У нас проблемы с канализацией, причем доказано, там были обследовали несколько раз, камеру спускали, то есть надо там все переделывать, скрывать полы и переделать. Это было известно еще в 2015 году. На 2016 год он был поставлен в план капитального ремонта и с тех пор переносится. В последний раз перенесли уже на 2020 год. Канализация течет постоянно, можно сейчас посмотреть, они открыты. И дом все-таки как-то на это не очень хорошо реагирует, особенно после зимы и на весну, прям вот слышно, что что-то, какое-то движение есть. Поэтому ремонтировать надо, конечно, срочно все это. Состояние дома, 65-го года домопостройки, коммуникации в подвале, канализация находится в крайне индустриальном состоянии. У тех подполья вода стоит порядка 30 сантиметров. Путь здесь один, он четко определен, это проведение капитального ремонта системы канализации данного дома. То есть сейчас мы будем взаимодействовать с управлением ЖКХ нашей администрации, совместно с фондом капитального ремонта. Будем определять сроки проведения ремонта. Андрей Обухов взял ситуацию с домом на личный контроль. Что делать дальше, решат в ближайшее время.